Драгоценный Бог, наш Отец, Божий, мы пришли сегодня в это место, чтобы здесь в единстве, Боже, пережить Тебя, в прославлении, Боже, в поклонении, в общении друг с другом. И, конечно, Боже, мы хотим пережить Тебя, Боже, Твою истинность, Боже, Господь, Твое присутствие, Твою заботу о нас и в Слове, Боже, Господь. Мы просим, Драгоценный Дух Святой, чтобы Ты прямо сейчас от престола благодати, Боже, Ты шел здесь, Господь, и касался, Боже, нас, Боже, наших сердец, открывая их навстречу Тебе, Боже, чтобы Ты, Драгоценный Дух Святой, напоминал нам о том, о чем нам говорил Ешо, Господь, о чем говорится в Твое Слове через апостолов, Боже, Боже, дабы мы принимали от Тебя, Боже, чтобы Твой свет, он приходил, Господь, в наши мышления, в наши сердца, во все наше естество, в нашу жизнь, Боже, чтобы рушились всякие твердыни, которые пришли, Господь, из-за наших каких-то плыских помышлений и представлений, из-за того, что навеял враг, чтобы это все уходило, чтобы пришел Твой свет, Боже, Господь, Твои ответы, Твои благотворные изменения в нашу жизнь. И Ты прославился, Боже, здесь, Господь, в нашей общине, в наших жизнях, Господь, и до краев земли. Амин. Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мне доверили говорить слово. И я буду говорить, ну, знаете, такое достаточно о непростой теме, неоднозначной. Проповедь называется так, о преуспевании и преуспевающей душе. Так, ну, понимаете, да? Так, непросто, дружа, потому что и в миру, как бы, на эту тему есть споры, а что уже говорить об Божьей общине, да? Ну, имеется в виду тело, миссии. Здесь споров очень много. Потому что в крестьянских кругах достаточно сильно вот это слово успех, преуспевание его как-то скомпрометировали. И уже когда его произносишь, как-то так поеживаешься, да? Правильно ли тебя поймут? А таки успеха хочется. Ну, хорошее же слово, понимаете? Вот, что в нем плохого? Да ничего плохого, все только хорошее. Почему мы так, ну, настороженно относимся к слову преуспевание, да, или успех? Потому что достаточно многими известными учителями в теле миссии и даже пасторами больших, как правило, общин, ну, а потом и многими верующими успех или преуспевание представляется так. На украинском. Садок, вышневые, биля хаты. На русском. Двухэтажный домик метров, ну, по-скромному, 250-300, мы же не новые, там, украинцы, да? На десяти соточках в хорошем месте, пусть даже не самом престижном. Две машинки биля нього гудуть. На украинском. Червона то її, а чорна то його, да? Аж как песня звучит, да? Ну, и деточки из школы идут. Хлопчик, ну, мальчик и девочка, или два мальчика, или две девочки, у кого как. Ну, мы же еще люди, скажем так, духовные, да, поэтому мы к этому, нас так просто не возьмешь и в мирском не обвинишь, мы к этому еще добавляем, что дары Святого Духа, да, желательно, ну, такие покруче, да, пророческое, что-то пророческое, да, там, или исцеление, чтобы когда придешь в общину, тебе сразу раз окружили, так, сестра, брат, помолись, у тебя же такой дар, вот, что тебе Господь сказал, может, или скажет обо мне, и так далее, да? Вот. Ну, и все вот эти вот, и хатынки, и возле хатынки, и там, и в хатынке, да, и помазание, и помазанное служение для всех нас. Почему? Аргумент железный, потому что мы дети царя, я ж не утрирую, согласитесь, да, вот. И у нас должно быть все, много, и желательно сразу. Почему так любят христиане поехать на какую-нибудь особо помазанную конференцию? Почему? Получить все, много, и что? И сразу. Ну, мне могут сказать, Сергей, а ты что такое духовное, что ты этого не хочешь? Я бы, наверное, солгал бы, если бы сказал, что это не... Мне это все нравится. Даже больше того, хочу сказать, мне это все очень нравится. Знаете, и... Ну, почему это все? Знаете, я думаю, в этом ничего нет плохого, потому что в этом есть, знаете, такая тоска по потерянному Эдему. Ведь в Эдеме было все, да? И сразу. И они были, ну, можно сказать, дети царя, да? Вот. Поэтому, конечно же, мы тоскуем об этом. Вот. И весь вопрос не в том, допустим, нравится оно нам, не нравится. Вопрос в том, нравится ли это нашему Господу и что? Ну, вот так вот. Вот такой. Ну, по большому счету, я думаю, что ему тоже нравится при определенных условиях. Почему я так говорю? Потому что он приходил в дом Лазаря, да, и сестер его, Марфа и Марии. Ему там нравилось. Он там отдыхал душой, телом, да, он там у них вкушал хорошую пищу, ему нравилось там. Поэтому, я думаю, при определенных условиях, ну, мы будем говорить при каких, да, ему это тоже нравится. Но вся ли полнота, да, вот такого успеха заложена, ну, в таком представлении, о котором я вам сказал, да? Да, хатынка, хатынси, били хатынки, да, служение, дары, т-т-т, и так далее. И в рассуждении на эту тему успеха и счастья в жизни человека, я предлагаю обратиться к посланию, третьему посланию Иоанна, второму стиху. Там всего одна небольшая глава, где Иоанна обращается к своему ученику Гаю и говорит с любовью ему. Возлюбленный, молюй, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Хорошее слово, помазанное. Это будет ключевой стих моей проповеди. То есть я постараюсь как бы остановиться на нем, да, вот что сюда заложено, вот. И этот стих, конечно, должен вам понравиться, потому что здесь говорится о самых интересных для каждого человека вещах. О здоровье и успехе человека, да? Я немного слышал проповедь на эту тему, потому что, как я говорил, ну, не очень за нее берутся, она такая стремноватая такая. Ты можешь, надо, идешь как по лезвию ножа, да, где-то чуть-чуть что там, или ересь какая, или небиблейское учение. И да, сохранит и меня, и всех нас Господь, Бог от этого. Вот, все-таки хотелось бы пребывать в Божьей истине. И начну, рассуждая на эту тему, на этот стих, начну, прежде всего, с того, что лежит на поверхности. Так, у нас есть стих этот, нет? Пока его не высветили, да? Итак, еще раз просто повторю. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Начну, прежде всего, с того, что лежит, как бы так, на поверхности. Первое. Посмотрим на значение слов, которые употребил апостол Иоанн. Слово, приведенное как «здравствовал» и «гена», означает и физическое, и нравственное здоровье, и здравость. Ну, я бы перевел как психологическую такую, здравость такую. То есть, как бы всесторонняя сторона здоровья, да? Слово «преуспевал» обозначает благоденствовать, то есть иметь хорошие, добрые дни жизни. Ну, благоденствовать, да? Хороший день, благий день, благоденствовать, да? Иметь хорошие, добрые дни жизни, идя по правильной жизненной дороге. И там обязательно вот это присутствует, не просто хорошее, добрые дни, но когда ты идешь по правильной жизненной дороге. И другими словами, я перевожу на современный язык слова апостола, их можно прочитать так. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты был всесторонним, то есть физически, нравственно, психологически здоров и здрав, и шел по правильной жизненной дороге, имея такой же всесторонний, ежедневный, жизненный успех во всем». Аминь? Нормально, друзья, не знаю, мне нравится. Просто надо как бы поглубже еще посмотреть. Но второе, смотрите, значит, первое мы посмотрели, да, как бы вот первый средств, мы увидели, что обозначает, чтобы ты здравствовал, преуспевал. Но смотрите, второе, что мы видим, очень четко. Преуспевание жизненно является следствием нашей, преуспевания нашей души. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, вот опять же, на поверхности, чтобы ты преуспевал, как? Преуспевает душа твоя. Чувствуете, да, связь? То есть преуспевает душа, и тогда определенный успех, он приходит во все твои жизненные обстоятельства. Как, да? Значит, и напомню в учебных целях, что обычно, когда христиане говорят о душе, они имеют в виду ум или интеллект, чувство, волю, совесть, интуицию. Я бы добавил сюда еще характер. Ну так, это более-менее говорит о душе, да, в определенной полноте. И вот такое вот понимание, что преуспевание, оно следует из преуспевания души, мы видим также из контекстного анализа, в который помещен вот это вот пожелание апостола Иоанна. Треть Иоанна 1.3, то есть это следующий стих вот за этим, да? Итак, я желаю, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, относится к душе, как ты ходишь в истине, а чуть ниже, чуть ниже говорится, что братья и странники засвидетельствовали перед церковью о любви этого ученика к своим братьям и об открытости его дома, ну, для всех братьев, ну, путешественников, путешественников, братьев и сестер. И такое преуспевание своего ученика очень порадовало старого апостола, потому что были ученики, которые не очень его радовали, потому что оно показало, что преобразование личности его ученика коснулось всех сторон жизни его души, потому что, смотрите, хождение в истине относится прежде всего к уму, да, вот, ну, в данном случае видно, что это обновленный ум. Верность больше относится к воле, ну, там и ум, и воля. Любовь затрагивает и ум, и чувство, и волю, и характер, потому что любовь – это интегральное чувство такое, которое как бы показывает, вот, все вбирает в себя, да, все свойства человека, и оно интегрирует, вот, это, как вы знаете, вот, цвета радуги, да, они проходят через призму, и такой вот, получается, белый свет, да, вот эта вот именно любовь, она вот таким вот образом, можно сказать, она интегральная. Итак, мы увидели, то есть подводим итог моему рассуждению, ну, и вы, я думаю, тоже со мной рассуждаете, да, следите, да. Итак, мы увидели, что наше всестороннее здоровье и жизненное благоденствие является следствием преуспевания нашей, чего? Души. Поэтому, как вы думаете, будет правильно, если мы рассмотрим, а что же такое преуспевание души? И что для этого нужно? То есть оно в центре. Поэтому мы сейчас отвлечемся немножко от общих вопросов преуспевания, да, вот, и, ну, имея в виду, в целом, что это такое, как оно выглядит, да, и посмотрим душу, да, нашу душу, как Господь видит, чтобы как она преуспевала, дабы нам всем было что? Хорошо. Ну, Бог не против того, чтобы нам было хорошо, друзья, я же вас не убеждаю противоположным, поймите меня правильно, я просто хочу понять, что Бог считает, что есть хорошо для нас, понимаете, в чем все-таки успех наш. Итак, рассматриваем нашу душу, в которой кроется секрет преуспевания, если можно, водички немножко. И следующий, следующий стик, который мы рассматриваем, Галатам 5, 22, 23. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод духа, да, то есть говорится о плоде духа, но в чем он выражается? На самом деле он выражается в качествах чего? Ну, души. Ведь вот это все любовь, радость, мир, долготерпение, это же все благость, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это же все качество души. То есть мы видим здесь очень прямую связь между духом и душой. Ну, друзья, я в данном случае пока не говорю вам ничего нового, да, я просто с какой-то стороны показываю то, что нам известно. Для чего? Для того, чтобы мы более полно, может быть, что-то поняли, а с другой стороны писание говорит, чтобы мы напоминали друг другу о таких многих вещах писания. Говорит, напоминайте. Напоминаю. Вот. Чтобы плод духа, т-т-т-т-т, в общем, я вам зачитал, да. Здесь говорится, так, я сказал, так, в душе, но исходит из духа. Спасибо, брат. Но исходят эти качества из духа. Значит, человеческий дух должен производить или генерировать каким-то образом изменение душе, делая ее преуспевающей в душах Бога. Еще один ключевой стих сегодняшнего дня. Друзья, очень важный. Мы на него мало обращаем внимания, но не знаю почему, но он очень важен. Вот смотрите, Тит 3, 5, 8. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Ну, благодатью мы спасены, да, из Ефесян. Каким образом он нас спас? Смотрите, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого Святого Духа излил на нас обильно через Ишуа Мессию, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы, то есть, оправдываемся благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными в добрым делам. Ну, потому что это хорошо и полезно человекам делать добрые дела. Аминь? Старайтесь, давайте будем стараться делать добрые дела, полезно. И будет нам, тоже будет хорошо, Господь как-то защитет это. Вы знаете, ну, я не знаю, я очень сильно переживал это слово. В нем, ну, это богословие просто, знаете, если оставить вот из Библии, вот, например, человек попал там, ему там порванная Библия, только три первых главы и вот листочек с этими словами, у меня такое ощущение, что он все поймет, что Бог хотел сказать в Библии вообще, взагале, да? Ну, все там, в этом говорится в первых трех главах о грехе, да? О Боге, вернее, о человеке и о грехе, а здесь говорится о том, как выйти из этого плохого состояния человеку. смысл этих стихов в контексте всего Танаха и Брит Хадаша, то есть Нового Завета, говорит о том, что через возрождение и обновление нашего духа изменения приходят в наше сердце, ну, или там внутреннего человека, в нашу душу, которая, которая мы получаем, то есть имеется вот это вот возрождение и обновление, по Божьей доброте незаслуженно, да? То есть даром через обильное излитие в наш дух и душу Святого Духа, который, в свою очередь, мы получаем только благодаря Ешоа Мессии, Кресту, да? И благодаря их действию мы получаем спасение или дар вечной жизни и становимся способными к добрым делам. Там написано, если мы прилагаем еще старания. Добрые дела, они как-то так, естественно, ну, мы же существа, сами понимаете, любим, чтобы не сильно напрягаться, а здесь говорится о том, чтобы мы все-таки еще напрягались немножко, а иногда и больше даже, чем немножко. То есть, чтобы мы прилагали некие усилия волевые, чтобы делать эти добрые дела. Мне могут сказать, стоп-стоп, Сергей, здесь ничего не говорится о покаянии. Друзья, здесь тоже говорится о покаянии. Я сейчас покажу, как я понимаю. Мы ведь все время считаем, что именно через покаяние приходит спасение. Например, римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ну, друзья, опять же, всегда очень помогают различные виды контекста, анализа. всегда те, кто приходит МГБА, вы будете больше понимать. Я сразу вам говорю, приходите, гораздо больше будете понимать слово, связь ветхого, имя суда Танаха, Бритхадаша, Нового Завета, и очень многие вещи для вас станут просто открытыми. Так вот, если мы вдумаемся в контекст этого отрывка, который обращен прежде всего к Иудеям, то поймем, что в нем больше говорится не о моменте спасения, то есть там не говорится, что вот ты принимаешь покаяние и на небо, вот прямо сейчас, там говорится о пути спасения. Павел говорит Иудеям, вы говорите, друзья, вы думаете, что законом? Нет, 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 через покаяние и признание Ишуа Господом и Спасителем. Хотя, безусловно, покаяние, оно относится к спасению, ибо не спасение без покаяния, такой вот странный такой вывод, не спасение без покаяния, мы знаем, это покаяние, это 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 начало, это начало пути. Ну, для кого-то может быть этот момент и спасения. Я не знаю, например, вот честно говорю, я не знаю. Я четко знаю, что когда я покаялся, я не был тогда спасен, потому что я разговаривал с мамой, и мама мне говорила, ну, ты же все-таки верю, ну, да, верю, и что тебе там не слабо сейчас вот принести молитву покаяния, я такой, да, не слабо, да, вот, и я произнес молитву покаяния, вот, и, ну, я понимал, что я не был спасен в этот момент. И если бы в момент покаяния все спасались, друзья, я хочу бы сказать, что здесь было бы тысяч 30 человек, ну, по крайней мере, которые прошли, наверное, через нашу общину, да, там, или там, ну, не 30, там, 10, там, потому что мы знаем, что многие покаялись, и где они? В миру, да, но покаяние, друзья, оно говорит о том, что без покаяния спасения нет, но если мы соединяем то, о чем я вам говорю, да, то есть покаяние, да, и спасение, баню возрождения и обновления Святым Духом, вот здесь, я так считаю, это мое личное богословие, я верю, что я правильно понимаю Писание, здесь говорится о том, что когда покаяние, возрождение Духа, да, нашего, и обновление Души нашей, когда это все соединяется, вот тогда приходит спасение, в какой момент, не знаю, и если бы мы знали в какой-то момент, то можно было бы манипулировать, понимаете, но Бог знает, в какой момент приходит спасение, я, например, думал, что в моей жизни спасение пришло в момент крещения, возможно, почему я так говорю, потому что это был особенный день, мы ехали тогда с крещения с моей супругой, шел, это был первый снег, по-моему, 18 ноября 2001 года, шел белый снег, такой, знаете, тишина, падает лопастый снег, такой, и у меня такая благодать на душе, и в этот день я начал читать Библию, и я не успокоился, пока не прочитал ее, ну, потом за определенное время до конца, вот, ну, вы знаете, и я стал служителем, я стал таким ревностным служителем, но потом пришло какое-то время, и я вдруг понял, что я не такой, как вот некоторые братья и сестры, я смотрел, как они молятся, как они любят Бога, да, и я понимал, что у меня далеко не то, я начал плакать перед Богом, говорю, Боже, я тебя не люблю, как вот они, я смотрю, как тебя любит Давид, я не люблю тебя так, как любят они, я не хочу вот это, и знаете, я лично, я не знаю, как у вас, у вас это может за один день, у меня это было года полтора, когда я плакал перед ним, да, я реально приходил, говорю, Боже, я не хочу сухих молитв, я не хочу вот этого сухого сердца, я не хочу любить тебя умом, И однажды у меня произошла эта встреча, я не буду просто ее рассказывать, у каждого это может произойти по-своему. Когда я спасен? Я не знаю. Может в момент, ну точно не в момент покаяния, может быть в момент крещения, а может быть, когда я пережил личную встречу с Богом. У меня тогда начались какие-то изменения в молитвенной жизни, я как-то что-то новое почувствовал. Но я хочу сказать, что вот это вот глубинные изменения, они должны произойти, обновления и изменения. И еще раз повторю, только в этом случае вырисовывается Божья полнота и понимание момента или процесса спасения в нашей жизни. Покаяние, возрождение нашего духа и обновление и духа, и души. Это процесс, я себе записал так, это процесс длиною в жизнь, в котором встречается Бог, вышедший на встречу человека в лице Иешуа и несущий возрождение и обновление, и человек, откликнувшийся на Божий призыв к спасению и вышедший на встречу Богу через покаяние. Ну, может, в этом есть какая-то богословская какая-то что-то и неправильная, но я лично вот так вот это ощущаю. Потому что есть сейчас Божья прежде всего, потому что никто не может прийти к Богу, да, к Иешуа, если его не привлечет Отец в небесный. И в то же время мы знаем и мы верим, наша община, по крайней мере, верит в то, мы в большей степени арминяне, мы верим в то, что есть часть человеческая, да, движение на встречу. Прежде всего Бог, потому что без этого никакого спасения в нашу жизнь бы никогда и не пришло. С этого момента, который мы начинаем рождение свыше, имеется в виду возрождение, да, от Духа Божьего, верующий человек начинает познавать всю глубину, красоту и величие слов Иешуа, я есть путь, истина и жизнь. Да, то есть, вот это мои самые любимые, вот самые любимые слова, самые короткие, наверное, они самые любимые, потому что здесь все, здесь все Евангелие, вся Библия, да, здесь вся глубина, вот, и над этим можно рассуждать годами. Вот, что это такое, наслаждаясь Божьей милостью, Божьей любовью, да, и Божьими чудесами в нашей жизни. Возвращаемся к заявленной теме проповеди. Друзья, сегодня мы рассматриваем, вот прямо сейчас, не тему рождения свыше, но тему библейского преуспевания или успеха. Просто в процессе рассмотрения вопроса мы выяснили, что здравствование и преуспевание верующего всегда следует за преуспеванием его возрожденной души. А возрожденная душа, которая есть ум, честь, ой, честь и совесть, господи, совесть таки да. А возрожденная душа, которая есть ум, чувство и воля, сюда еще добавляет, сюда еще добавляет совесть и интуицию характер. Так вот, возрождение и обновление души невозможно без возрождения духа человека или рождения свыше. И вот это возрождение, обновление духа и души в нашем мире выражается в плоде духа и добрых делах, которые исходят из возрожденного сердца и которым надо прилагать определенные старания. Очень важно, друзья, очень важно рождение свыше. Почему? Только одно, вот Римлянам 8-9. Кто же духа Христова не имеет, тот и не его. Нам всегда надо вникать в себя, в учение, в свое сердце, в свою жизнь. И понимать, Христовы или нет. Откуда, во-первых, сам дух человеческий взывает духу Божьему как? Авва Отче. То есть возрожденный человек, он всегда знает о своем усыновлении. Ему не надо моих проповедей. Ему не надо, чтобы кто-то пришел и сказал, ты возрожден. Или он знает его дух. Поэтому, если кто возрожден, ему нечего бояться слов там, или там задумываться. Я рожден, слышишь? Дух говорит, я рожден. Такой человек, он что делает первым делом? Они любят Писание. Они любят разговаривать с Отцом Небесным, с Ешоа через молитву. Находят в них отраду и ответы на свои вопросы. Они любят тело Мессии и участвуют в жизни тела Мессии через поместную общину. Они любят и прощают людей. То есть они демонстрируют своей жизнью измененный характер. Они делают хорошие дела и имеют измененный, постоянно меняющийся характер, которым отражается Мессия. Вот это в целом является признаком того, что человек совершил достойный плод покаяния, что дух его возрожден, и что душа его обновилась и проходит дальнейшее обновление, потому что это процесс длиною в жизни. А теперь, после рассмотрения вопроса об условиях преуспевания, о преуспевающей душе, опять возвращаемся к ему слову преуспевание и попытаемся выяснить, что оно обозначает. Я буду давать свое понимание. Я уже говорил, что существует ряд небиблейских учений о преуспевании, которые, как правило, базируются на божьих обетованиях данному еврейскому народу в Торе и Танахе. Потом к ним добавляют пару-тройку цитат из Нового Завета, примерно таких, с которых мы начали, и учение готово. Не говорю, не называю учителей, но в целом такой микс присутствует практически в каждом небиблейском учении о преуспевании. Ну, суть таких учений такова. Наш Бог, Бог всякого изобилия, и Он хочет, чтобы у тебя было все. И садочек, и домик, и машинки, и детки, здоровье, и финансы, чтобы там было известное служение или что-то такое в этом роде духовное, чтобы все было хорошо. Что тебе надо для этого делать? Верить, что это так. Ну, я правильно говорю? Может быть, я ошибаюсь? Вот здесь вот вроде бы есть люди, которые кивают, то есть они сталкивались. Я лично сталкивался с этим, друзья. Кое-что и сам верил. Так вот, верить, что это так, представлять их как можно конкретнее, ну, так, чтобы из этого измерения притянуть, чтобы если дом, крыша там красная, зелененькая там, машинки, значит, ну, Феррари там, я не знаю, у кого там как, вот, и так далее. Там, если муж или жена, то вот параметры вот такие, 90, 60, 90, там, все как полагается. Итак, верить, представлять, провозглашать. Обязательно провозглашать надо. Когда-то Александр Шейного хорошую проповедь прочитал, не прочитал, а произнес по поводу провозглашений. Я советую всем, найдите, друзья. Очень отрезвляет, так, знаете. Вот, провозглашать, добавить, наступать с верой, наступать на землю или возлагать руки на богатство неправедных с верой, что оно перейдет к правилам. Ну, не знаю, вы смеете, ну, было такое или нет? Было такое, да? Вот. Обязательно давать десятину, верить, что она умножится в твою жизнь в 30, 60 и 100 крат. И людей не очень, как бы, это, действительно, дело давать надо, я не про это, я про то, что они связывают это 30, 60, 100, хотя там говорится о духовных вещах, там говорится о сеянии морально, понимаете, а здесь это все привязывается и, короче, полной мерой нальется тебе, да? Ты главное, главное давай. Вот. И многие верили и сейчас верят, что это цель и Божий путь для их процветания. 20 лет назад и даже еще 10 лет назад таких учений в теле Мессии в разных интерпретациях был вагон и маленькая тележка. По мере взросления украинского и мирового протестантизма, ну, так назовем условно протестантизм, хотя это условные названия, это учение все больше показывало свою библейскую несостоятельность и бесплодность. Вот я хочу сказать, вот кто верил в эти учения, я их знаю, друзья, десятками. Ни одного не знаю, ну, реально успешно очень, ну, просто ни одного, взовсем, взагали, вообще, вот любое слово подбираю, не знаю. Наступали, исповедовали, провозглашали, где были, там и остались. Никакого движения, никакого прогресса в этих людях десятилетиями, годами, еще раз говорю, десятилетиями не будет. Вот если настаивать на небиблейских вещах, о которых Бог не обещал, не говорил и не собирался говорить. Но потом, оно так как-то более-менее рассело, сейчас уже не так это слышно, да? По мере, так сказать, нашего духовного, я не хочу сказать взросления, стажа больше будет звучать, им на смену пришло другое понимание, условно более духовное. Смотрите, как выглядит, красиво. Если я буду искать горнего, как призывает меня Ишуа на горной проповеди, и таким образом моя душа будет процветать, то, то, ну, вы же понимаете, то все будет доброе. И котынка, и терето, и тете, все будет, и все это будет мое. Не хочу сказать, что я был чушь-то этого. Сейчас сам смеюсь над собой, понимаете. Ну, звучит духовно. Хорошо. И знаете, все правильно. Все вроде правильно звучит духовно. И есть в этом тоже определенная правда, доля какой-то правды есть. Я не могу сказать, что это все не правда. Да нет, есть доля правды. Меня смущало только одно. Я не видел такого понимания в жизни библейских героев. Особенно Брид Хадаша. Ну, не видел я, друзья. Ну, не видел я этого. Я читал, я смотрю, например, на патриархов. Смотрите, Евреям 11.13. Там говорится, что патриархи умерли в вере, не получив обетования, только издали видов онные. И все. И при том, при этом радовались. И говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Аминь. Ну, Писание говорит, что они самые успешные люди. Понимаете? Вот. Не получили. У нас, ну, говорили там, это, знали об этом, да? Передавали друг другу. И радовались, хотя и не получили. Успешные ребята. Народ произошел через них, да? Равша Уль, апостол Павел, подчел счетой свое высокосоциальное положение, авторитет в иудетских кругах, ради проповеди Ешоа и при том Раскатова. Его ученики и соратники, Варнава, Тимофей, Тит, Акила и Прискила, многие другие, в голоде и холоде, в опасностях, двигались от города к городу, в огромном противлении несли Евангелие и основывали общины и учеников Ешоа. Павел говорит, пять раз меня били, по 39 ударов, ну, 40 было нельзя, типа убить могли. Три раза тонул, да? Там голодал, в опасностях и так далее. Ученики тоже самое повторяли путь своего апостола, шли от города к городу. Акила и Прискила, там, изгнали из Рима, там, пошли в другое место, там, надо было пришли в следующее место, работали, трудились, да, спокойно себя чувствовали. И они преуспевающие, в нашем понимании, это преуспевающие люди. Почему? Они донесли до нас эту красоту, силу, правду, истину, Евангелие, да, и мы на их примере учимся жить, трудиться для Господа, познаем Господа так, как они познавали, да, они преуспевающие. Почему они были такими? Потому что они имели возрожденную и обновленную душу, способную понять, полюбить и исполнить Божью волю. Поэтому, самое главное, друзья, если мы говорим об успехе, да, если мы говорим о преуспевании, то мой вывод такой, кроме покаяния, у преуспевающих людей, да, должно быть возрождение духа, да, и обновление души. Реально возрожденная и обновленная душа, друзья, она уже не генерирует свои смыслы и представления о преуспевании. Понимаете? Реально возрожденная душа, она соединяется с Богом. И Писание говорит, что Он производит и хотение, и действие по своему изволению. Вот это самое главное. Уже не мы, не наша плоская натура генерирует эти представления. Но Бог, Он изливает нашу душу, эту истину, мы ее воспринимаем, она зажигает нас, и кто-то идет, кто-то едет куда-то, понимаете, кто-то остается на месте, и у него такие есть хатыночка там и так далее, понимаете, и Он служит нам вместе. Бог не против всего этого, но Он хочет, чтобы мы поняли Его для себя, чтобы мы услышали Его для своей жизни. Я сейчас постараюсь для вас проиллюстрировать, что это значит в моем понимании. Джефф Коллинз, знаете такого? Прекрасный служитель, да? Евангелист, проповедующий Ишо в десятках стран мира. Как по мне, это о нем сказано, что он странник и пришелец. Я не знаю, сейчас у него есть дом или нет, но десятилетия, они с женой, вот странненькие пришельцы, понимаете, то они в одной стране, то они в другой стране, ни кола, ни двора, ну как их назвать, вот чьи-то, да, наверное, не квартиры. Я просто знаю, что они нигде, они не останавливались. Но я четко знаю, что их рады видеть в десятках стран. Сотни домов готовы их принять и служить им, вот сколько они захочат. Месяц, месяц, год, год будут им служить, понимаете? Вот у них сотни домов, тысячи братьев и сестер во всем. Друзья, это преуспевание или нет? Преуспевание. Геннадий Махненко, наш соотечественник, пастор из Мариуполя, основавший реабилитационный центр для асоциальных детей, Республика Пилигрим, слышали, наверное, да, вот, в котором получили реабилитацию 3000 детей, друзья, 3000 детей, да, асоциальных, которые там были, ну вообще никто, они там курили, пили, кололись там и так далее, были в овшах, да, они вообще не знали, что такое хорошо, что такое плохо. 3000 детей стали нормальными гражданами, знающими, любящими Бога. А с женами, с детьми, друзья, это городок. Ну так, если представить их с женами и детьми, там, это до 20 тысяч, это городок, понимаете? Это настоящий, целый город, служению этого пастора. Он не только это, он служит там и наркоманом, и зависимым, у него есть куча реабилитационных центров, вот. У него есть дом, в нем живут трое его детей биологически, по-моему, уже 33 ребенка приемных. Они живут там очень скучно, он не очень большой, большой этот дом. Он успешный по всем меркам человек, известный пастор, известный журналист. О нем Голливуд, не просто Голливуд, лучшие режиссеры Голливуда сняли фирм. Сначала назвали «Крокодил Гена», а потом, ну он хотел, чтобы назвали «Крокодил Гена», они называли «Почти святой», вот, получает кучу разных этих свидетельств, короче говоря, премий там и так далее. Это, друзья, это успех в Божьем понимании. Недавно слушал свидетельства о жизни одного немецкого пастора. Он служил пастором в одной маленькой протестантской церкви. Маленькой, на самом деле маленькой, в районе 10 человек, в российской глубинке. И уехал через много лет разочарованным и много плакал перед Богом о своем неуспешном служении. О нем услышал Геннадий Махненко за случайным общением с немецкими верующими. Сидел за столом в Германии, да, и говорит, вот такой брат, вот, плачет перед Богом. Служил там больше 10 лет, служил в глубинке там. Боже, кто я перед ним? 10 лет я служил, ни одного покаянного, ни одного, ну ничего нет хорошего в моей жизни. Он услышал это. И оказывается, именно этот пастор 11 лет назад в течение года проповедовал группе молодых строителей, которые издевались над его проповедью. Среди них был именно Геннадий Махненко. И он, когда услышал, меня, говорит, укрыло. И я, говорит, когда появилась возможность, я поехал к этому пастору, я засвидетельствовал, и мы плакали друг у друга там на плечах, вот, потому что только благодаря ему это все произошло. Ну скажите, это успех? Друзья, в Божьих глазах это больше успеха этого пастора, чем, может быть, пасторов многих огромных церквей, которые основаны на небиблейских учениях о процветании. Все слышали о матери Терезе, сделавшей много добра для индийских детей. Слышали, да? Ну мало кто знает одну украинскую маму из одного украинского города. Она, будучи молодой неверующей женщиной, была фактически прикована к постели около полутора лет. И, будучи неверующей, опять же, обратилась к Богу, Боже, если ты есть, если ты меня исцелись, то я пойму, что ты есть, я буду служить тебе. Бог исцелил ее за одну ночь. Она проснулась и даже не поняла, что она исцелена. Пошла там готовить суп, муж приехал. А что это такое, что ты ходишь, ты же полтора года не ходила? Говорит, сама не пойму. И потом у нее состоялся разговор с Богом. И она говорит, Боже, а что же я теперь должна сделать для тебя? Как я теперь буду служить? И он сказал, ты родишь мне девять детей. Появилось десять, осталось-таки девять. И я свидетельствую, я знаю, это прекрасные дети. Я их всех очень люблю. Один лучше другого. Может быть, они там несовершенны, еще кое в чем. Но я четко знаю, что она воспитала их, как для Господа. Над ней смеялись. Она свидетельствует, говорит, над ней вот эти вот соседи, все над мной смеялись. Когда они пиршествовали там, короче говоря, значит, ну, как, проводили вечеринки. Не, ну, пиршествовали. Проводили вечеринки. Они смеялись надо мной, потому что дети родились в девяностые, восьмидесятые годы. Жить было трудно, семья проста. Они говорят, да что это такое. Там живут в нищете, условно говоря. Но теперь они уже не смеются. Ее дом полная чаша. Когда приезжают ее дети, внуки. И они видят плод ее жизни. И они говорят, да, жив, жив Господь. Я знаю эту женщину, потому что это моя сваха. Да, и Иринка, это ее дочь, она жена нашего сына. Я очень ей благодарен. Друзья, Божье преуспевание или успех всегда следует за преуспевательной душой. Как видите, преуспевание, оно может выглядеть совершенно по-разному. Вот. И оно не обязательно лишает нас жизненных благ. В конце апреля у нас будет ретрит о пророческих дырах. И мы увидим наших дорогих учителей. Пола Читама и Роджера Финча. 28 апреля начинается. Три дня. По человеческим меркам нормальные люди. Есть дома, есть семья. Все у них хорошо. Наверное, есть и машины. Вот. Но они, знаете, они жертвуют. Все равно, пусть он, Господь касается их сердец. И вы знаете их, мы их видели в десятки раз. Вот чем там не сидится в их преуспевании, да? Но они за свои деньги готовятся, едут сюда, чтобы послужить нам. И будет ретрит о пророческих дырах. Я знаю, что этот ретрит будет немерено людей. Потому что уже эту тему тело Месси очень любит. И это будет очень сильный помазанный ретрит. И, конечно, мы приглашаем вас. Здесь я бы, конечно, сказал бы и о наших пастырях, которые имеют возможность обнимать своих детей и внуков только раз-два в году. Я им очень благодарен за то, что они служат нам, да? Друзья, и мы, вы, во многом их успех, да, наших пастырей. И у меня огромная благодарность Богу и за Валентина Романовича, за Татьяну Михайловну, за нашего пастыра Олега, его супругу, за всех служителей. Друзья, но это все никогда ни за что не состоялось бы, если бы не было Ешо Машеха, если бы он не пришел. И о нем, о его успехе говорится так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, на современном. Хотя он был Богом по природе, он не держался за свое равенство с Богом. Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавших подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Ешоа преклонились всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Ешоа Христос и Господь Ешоа Машех в славу Бога Отца». Это Филиппийцам 2, 6, 11. Друзья, и сейчас у нас будет причастие, и нам надо, давайте пока у нас есть время, пока это все готовится, давайте мы будем размышлять о себе, о своем сердце, о своих представлениях об успехе. И пусть Господь, Он касается наших сердец, дабы мы были, не просто произносили молитву покаяния, но чтобы мы были обновлены, чтобы мы были возрождены, чтобы мы были обновлены и в духе, и в душе, и в теле, конечно, тоже этого и хотелось бы. И чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод этот, как Ешо говорил, чтобы он пребывал. А Господу нашему и Спасителю Ешо, Ему за все и честь, и слава, и хвала. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям, 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго? Когда? Это придет. Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!